Привет, мои дорогие! Я... Короче, давно нас не было в эфире, потому что я такая дамочка, что если мне чего-то не хочется делать, я этого никогда не делаю. Поэтому вот пришло вдохновение, и мы снова в эфире. И я так сильно хочу сегодня съесть зебру. Друзья, мы когда-то там сто лет, тысяч лет назад готовили зебру, но сегодня... Всё, как всегда. Сегодня она будет гораздо вкуснее, гораздо нежнее, рассыпчатее, так можно сказать? Вот, и сегодня можно всё. И мы всё это сверху зальём маминой шоколадной глазурью, которую делает мама. Это же невероятная глазурь, друзья! Давайте мы это приготовим. Я реально так хочу эту зеброчку вот так вот сделать. Итак, с чего мы начинаем? У меня здесь в дидже-миксере сахарный песок, ванильный сахар, ванильный экстракт, щепотка соли. Я отправляю сюда яйца. И всё это мы взбиваем. Яйца взбили. Вот такие вот они у нас пышные. Сейчас ставим взбиваться на небольшую скорость. Наливаем сюда растительное масло. Масло, ребята, используйте абсолютно любое растительное. Это может быть и оливковое масло, и масло виноградной косточки, любое, какое вам нравится. На маленькой скорости мы перемешиваем и добавляем ещё сюда молочко. И сразу же засыпаем муку и разрыхлитель. Готово, наверное? Готово. Нет, чуть-чуть там ещё комочки. Чуть-чуть ещё пускай перемешаются у нас. И, друзья, что мы делаем? У меня здесь немножко молока и какао. Я наливаю сюда молоко вот на глаз, совсем чуть-чуть. Мне буквально, чтобы вот массу какао перемешать, ну, чтобы она такая, как тесточка получилась, тянущаяся, неудобная. Нужно взять такого, в котором можно шах-шах-шах-шух сделать. Итак, друзья, что мы сделали? Тесто, которое у меня было в деже, я разделила по двум блюдам, потому что его относительно немного, дежа глубоко, оттуда даже доставать ложечкой потом будет неудобно. Я сделала так, в одной части оставила, у меня тесто примерно где-то 600 грамм получилось, за другой 500, вот той, где меньше, то есть просто или на глаз, если будете делать, ориентируйтесь чуть-чуть поменьше. Там, где будет чуть-чуть поменьше, мы добавляем сюда вот эту вот шоколадную пасту, которую мы сделали. Посмотрите поближе, какой она консистенции, какой нужно добиться её, ну, смешивать с молочком. Вот такая вот, прям пасточка такая. И мы её в тесто лопаткой аккуратно замешиваем. Посмотрите, можно было его так оставить, да, и тоже зебра, и не париться. Потрясающее тесто за счёт растительного масла, оно очень получается такое разрыхлённое, влажное. Друзья, берём мою любимую форму Таллер, которую я обожаю уже. Уже много-много лет она у меня есть. Плотная, прочная, обалденная. Смотрите, несмотря на то, что она разъёмная, просто вот этот косяк всех разъёмных форм, они вечно все трясутся, деформируются, всё, донышко из них выпадает. Смотрите, она даже звука ни одного не издает. Много раз я вам про эту формочку говорила, что всем своим родственникам, женщинам, кто печёт, всем их раздаю, обожаю её. На неё, конечно же, ссылочка у нас будет в описании к видео. Вот таким вот образом подхватываю тарганом, лишнее убираю. И всё. Берём две ложки. У меня есть такие ложки для салатов, они большие. Для того, чтобы по две столовые не ложить, берём одну большую. Итак, друзья, начинаем. Ложку шоколадного, ложку ванильного. И так до самого конца. Пытайтесь контролировать. Иногда, когда в одну или в другую сторону оно будет уезжать, вы как-то так постарайтесь возвращать к центру, чтобы более-менее с центра растекалось, чтобы вот эти полосочки были ровные. Каждый раз я так говорю, и каждый раз они как по кайфу ложатся. Это не важно. А важно здесь во вкусе, в безумном вкусе. Я аж стреляю слюнями. Как это пахнет. Я обожала просто облизывать все эти венчики в детстве. У нас война была. Когда мама всё это готовила, это самое вкусное было, венчики облизнуть. На земле вы? Друзья, есть секрет, в общем, который я поняла к концу приготовления. Не, на самом деле я это давно знала, но почему-то я проигнорировала это. Если будете делать с более большими порциями, наливайте не по одной ложке, а, например, по три ложки, тогда рисунок более чёткий, яркий у вас получится в итоге, когда вы будете разрезать. А у меня получается прям тоненькая-тоненькая такая сеточка, и в итоге после выпекания у меня всё это затечёт течёт и превратится просто в такой сплошной пирог. Ну, мы сейчас вообще не за этим. Мне вообще всё равно за эти полосочки, да. Мне самое главное, какой вкуснейший пирог я получу и с вами ещё и этим поделюсь. Вот, ну, а так, если вам нужно прям, чтобы вообще лухари всё было, вот имейте в виду, что более большими порциями сюда наливайте, тогда, получается, расстояние между ними больше будет. У вас будет там слой белого, слой шоколадного, это будет прям очень читаемо. А у нас так, вкуснота, не более. Друзья, отправляем в духовочку. Красота невозможная. До 70 градусов, минут 30 примерно будет выпекаться. Пошли в духовочку. Смотрите, какой красавчик. Друзья, чуть-чуть подостыла, даже форма ещё, в принципе, такая, ну, больше, чем тёплая, горячая. Красавчик наш готов. Пахнет невероятно. Обожаю зебру, обожаю. Для меня это выпечка из детства. И сейчас мы делаем мамину шоколадную, вот эту вот глазурь невероятной вкусноты, которой можно залить абсолютно всё, что угодно, и это приобретает какой-то супер дорогой праздничный и шоколадный вкус. Как мы её делаем? Мы с вами уже её делали. У меня здесь в ковшике какао и сахарная пудра. Я сейчас прямо сюда наливаю сливки. Можно использовать и молочко. Если у вас есть молоко, туда особо сильного значения не имеет. Ну, просто у сливок более сливочный, такой нежный вкус получится. Я включаю плиточку. И всё это сейчас превратится у нас в такую помадку. Постоянно перемешиваем. Закипела наша шоколадная масса. Убираем её с плиточки и добавляем сюда сливочное масло комнатной температуры. Алексей, покажите здесь, пожалуйста, поближе. Так, добавили ещё кусочек. И пока он не растворится, мы другой не добавляем. Всё, ребята, готово! Посмотрите поближе. Консистенцию тянущейся глазури. И это она ещё горячая. Сейчас она у нас остынет. И так она вкусна у нас. И идеальным таким мягким слоем она ляжет у нас на наш пирог. Обратили внимание на мой новый ковш? Кталь. Он не суперновый, конечно, но это была одна из последних партий, один из последних заказов. Пирог ещё тёпленький у нас, но, тем не менее, мы его отсюда достаём. Ребята, это же, ну это же, я не знаю, это восхитительно, по-моему. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это же роскошно! Такое впечатление, видите, насколько она тоненькие полосочки сделала? Это просто обалдеть! И как я вам говорила, что... Блин, да это просто офигенно! У меня слов нет! Как я вам говорила, что если бы вы делали более крупные капельки эти, то у вас был бы более крупный рисунок. Но вот эти ниточки, как они сохранились! Я уже лизнула глазурь, которая капнула на стол. Это, конечно, улёт. Как я хотела зебру! Это убийственный пирог! А вот эта глазурь невероятная! Обалденно просто! Нежная, воздушная, влажная! Мне кажется, я в шоколаде! Друзья, вкуснейший пирог у нас с вами получился! Обалденный! Рецепт, как всегда, будет на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ребята, я вам напоминаю, что сегодня всю эту вкусноту и красоту мы приготовили, используя мою любимейшую посуду Талер. Любимый ковшик, который относительно новый, ну, по сравнению не с теми, со всеми. Моя форма, которая уже тысячу лет, которой я так много лет пользуюсь! Обожаю её просто! Мою в посудомойке, царапаю ножами! Я не знаю, что только я... Как только я её не насилую, она жива, здорова и периодически с полочки кричит «Испеки вам мне что-нибудь!» Друзья, всю эту посуду вы покупаете со скидкой 15% на официальном сайте посудоталер. Ссылки на посуду, промокод и так далее. Всю информацию я вам также оставлю в описании к этому видео. Проходите, покупайте! Я обожаю, когда вы мне... Много раз я это говорила. Я обожаю, когда вы мне присылаете фотографии, чего вы там купили. Или когда вы что-то готовите, фоткаете, мне тоже присылаете. Я за вас очень сильно радуюсь. Продолжайте это делать в том же духе. В инстаграмчике, между прочим. Всё, друзья! Я побежала редактировать, монтировать это видео. Какое-то... Какое-то такое состояние у меня было достаточно продолжительное время. Ничего не хотелось сделать. Не работать, не сниматься, ничего. Хотелось лежать дома, читать книги, чем, собственно, я благополучно занималась. Ну, иногда мне приходило себя выцеплять во благо работы, потому что детишки ждали наших тортиков по всей Москве. Вот. Ну, вообще, в принципе, так. Дала немножко себе полениться, но всё, срок закончен. Так что... Так что всё. Начинаем работать и трудиться. Пойду монтировать, пить чаёк с зеброй, как я её хотела вообще просто. Невозможно. Видите, я как... Это только я так надегустировала. Вы же знаете, обычно у меня один укус, и всё. Почти целый кусок я уже слябзила. Целую, обнимаю. Всего самого-самого доброго. Скоро весна! Скоро весна! Скоро один наш беспокойный весна! Всё, друзья, до новых встреч! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok